Анатомия Самые интересные пары, конечно же, у медиков. А самая интересная пара у медиков – анатомия. И сегодня мы изучаем человеческий мозг. Анатомия – предмет, который учат на первом и втором курсах. Он знакомит студентов с настоящей практической медициной. Дмитрий Викторович, вы же сами заканчивали медицинский. Вот вам в годы студенчества нравилась анатомия? Конечно, это был самый любимый предмет, который я, собственно, и учил, и имел одни пятерки. И чуть не вылетел из-за той же самой физической химии, которая является проблемой и сейчас для студентов. Теперь медики боятся вылететь из-за анатомии, особенно студенты-иностранцы. Мы пришли на пару к ребятам, которые приехали из разных уголков мира – из Южной Кореи, Ганы, Нигерии, Бангладеш и Ирака. Занятия у иностранных студентов проходят на английском языке. К тому же очень много латинской лексики. И на самом деле это очень сложно. Расскажи, ты понял что-нибудь? Вот я тоже ничего не понял. Все ли ты понимаешь, что преподаватель говорит на лекции? Ну, конечно, да. Он умеет. Ты уже полтора года учишься на медицинском факультете. Готов лечить людей? Ну, как сказать, сейчас, наверное, нет. Но на практике, да. Я принципиально пошел по пути, что должны быть равные условия, равные возможности. То есть для русских и для иностранцев латинский язык, они его начинают изучать до нового, впервые, и те, и другие. И занятия построены по тому же принципу. То есть новая тема, сдача предыдущих тем, контроль знаний, коллокриумы, зачеты. Программа абсолютно та же самая, что для русских студентов. Занятия делятся на две части. На первой теория, а на второй практика. Сегодня, например, каждый смог потрогать настоящий человеческий мозг. Расскажи вообще, что сейчас происходило на паре, потому что я очень мало вообще понял. Мы сегодня учили ленивые системы. И стали, типа, мозги и все. Для чего вообще человеку нужен мозг? Чтобы думать. На самом деле, медицинские, это вообще сложно. Но мне интересно здесь вообще. Ты всегда хотел стать врачом? Ну да, да. Я люблю помогать людям, вот, когда я был маленьким, поэтому я хотел быть врачом. В общем, медикам скучать не приходится. А ведь это только одна пара. Боюсь представить, что меня ждет дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова